Раньше к арбузным коркам я всегда относилась как к отходам и даже не представляла, как приготовить джем из арбузных корок на зиму. Оказалось, это сделать не только возможно, но еще и просто. Джем из арбузных корок по внешнему виду напоминает яблочный джем, он имеет такой же цвет и консистенцию, но по вкусу отличается кардинально. Я даже не могу сказать, на что похож вкус этого джема, он абсолютно новый и очень интересный. Джем имеет однородную консистенцию, не слишком густой и не слишком жидкий, просто идеальный для использования в качестве начинки для пирогов, пирожков и рогаликов. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все необходимые ингредиенты, арбузные корочки отделите от мякоти, удалите твердую зеленую кожуру при помощи острого ножа или овощечистки. Порежьте корочки на кусочки небольшого размера, чем мельче нарезаны корки, тем они быстрее проварятся, важно, чтобы кусочки были одинакового размера. Засыпьте арбузные корки сахаром, сбрызните соком половины лимона, перемешайте и оставьте на 1-1-5 часа, за это время корки размягчатся, выделится сок. Поместите арбузные корки вместе с соком в кастрюльку и варите на медленном огне на протяжении часа, если сока изначально слишком мало, добавьте немного воды, чтобы корки не подгорели. Подписавшимся, больше вкусностей. Когда кусочки арбузных корок станут прозрачными, они готовы, позвольте им немного остыть, затем их нужно поместить в блендер и измельчить до состояния кашицы. Переложивайте джем из арбузных корок в заранее простерилизованные баночки и плотно укупорьте, храните в прохладном месте, кушайте с удовольствием. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Такие продукты будут нужны. Арбузные корки 1 кг, сахар 1 кг, лимон – половина штуки, количество порций – 4-5. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Жду вас снова. Субтитры создавал DimaTorzok